Музыка Выбрал книгу Даниила как темы для вот этих вечерних проповедей. Адресованных именно адвентистам седьмого дня. И сегодня наступил очередной раз, когда мы в нашем узком кругу можем обратиться именно к этой книге, пророческой книге, которая так много значит для нас, как адвентистов седьмого дня. Давайте вместе откроем книгу Даниила на девятой главе. Мы подошли уже к девятой главе. В прошлый раз была восьмая глава. Это еще при прошлой школе было. Так что те из вас, кто на нынешней школе учатся, это для вас первая тема из Даниила. Итак, девятая глава книги пророка Даниила. Если взять глобально, о чем она в двух словах? Что особенного в девятой главе книги пророка Даниила? Две вещи. Даниил молится. Это самое первое, что приходит на ум, правда? Это молитва Даниила. Значительную часть девятой главы Даниила составляет его молитва к Богу. И еще, что мы находим в книге пророка Даниила, в девятой главе? Пророчество. Великое пророчество о семидесяти седьминах, в котором было предсказано время явления Иисуса Христа, время его смерти и установления Нового Завета. Это грандиозное пророчество, которое было доступно для понимания иудеям. И они могли, благодаря Даниила, в девятой главе, узнать Иисуса Христа. Потому что Он пришел именно в то время, явился на служение. И умер именно в то время, которое предсказывало пророчество. Но в этой серии лекций или проповедей по книге пророка Даниила я стараюсь не вникать глубоко в те богословские детали, вычисления. Все это мы можем найти в нашей литературе. Все это доступно. А больше я бы хотел сосредоточиться на духовных уроках из книги Даниила. И вот давайте мы сегодня посмотрим, какие духовные уроки мы можем извлечь из этой девятой главы книги пророка Даниила. Итак, Даниил молится. Я бы хотел, чтобы мы сегодня подумали, почему он молится, о чем он молится и как он молится. И из этого извлечь уроки для себя. Что Господь хочет сказать нам через пример Даниила? Ведь сам пророк Даниил, он является прообразом самого Иисуса Христа. Он, подобно Христу, ходатайствует за грешников. Хотя сам грешник. Но он наименее грешный, наверное, из всего народа, жившего тогда. Ну и его современник Иеремия, немного старше его по возрасту. Это был один из самых святых людей из Израиля. И если бы только такие люди были в Израиле, то они бы никогда не попали в плен. Он был в плену не из-за своих грехов, преимущественных, а из-за грехов народа. Он вместе с народом страдал, подобно Христу. И он молится, молится за народ. И здесь мы видим Даниила как прообраз Иисуса Христа. Итак, давайте начнем наше размышление с вопроса, почему Даниил молится? Почему Даниил молится? Ну, во-первых, Даниил любит Бога. Это естественно. Тот, кого ты любишь, с тем ты любишь иметь дело. Иметь общение. Быть рядом. И поэтому, любя Бога, Даниил молится Богу. Молитва в 9 главе Даниила это не единственная молитва Даниила, вообще записанная даже в книге Даниила. По всей книге Даниила мы видим Даниила молящимся. Буквально с первой главы мы видим Даниила, который молится. Вторая глава. Мы видим Даниила, когда он молится. Мы видим, когда возникают трудности всевозможные. Даниил молится. Он по любому вопросу обращается к Богу. Даниил любит Бога. Он чувствует свою зависимость от Бога. Даниил любит истину. Он хочет, чтобы она восторжествовала. Помните, в 6 главе Даниила мы находим, что Даниил был брошен в львиный ров. По какой причине? Потому что что отказался сделать? Да, он отказался оставить молитву. Для него общение с Богом через молитву было настолько дорогим, что он согласен был умереть, нежели оставить молитву. Настолько было дорого для него общение с Богом. Он понимал, что оставить молитву это духовная смерть. И для него лучше умереть физически, чем умереть духовно. И поэтому Даниил молится. Он чувствует духовную жажду. И поэтому он молится. Это во-первых. Это общие причины для молитвы. Но в книге пророка Даниила мы можем, вот в этой именно молитве 9 главы, мы можем найти более конкретные причины, ситуационные причины. То есть непосредственный контекст 9 главы помогает нам увидеть, что еще побуждало, помимо этих общих причин, Даниила обращаться к Богу в такой молитве, в этой ревностной молитве, в молитве вопли, в молитве исповедания. Давайте мы рассмотрим, какие это дополнительные причины, побуждавшие Даниила молиться. Во-первых, давайте вспомним Данила, седьмая глава. Блиц, повтор основных истин седьмой и восьмой главы, предшествующий глав. В седьмой главе, в 28 стихе, возьмите Библию, у кого есть Библия, седьмая глава, 28 стих. После видения седьмой главы, в 28 стихе Даниил пишет, записав видение и его истолкование, Даниил пишет, «Здесь конец слова. Меня, Даниила, сильно смущали размышления мои, и лице мое изменилось на мне, но слово я сохранил в сердце своем». После видения и после объяснения видения Даниила сильно смущали его мысли. Почему его так смущали? Что его в видении седьмой главы так сильно смущало, сильно взволновало? Давайте посмотрим. Во-первых, обратите внимание, седьмая глава начинается с того, что повествуется, что это было в первый год Валтасара. Кто такой Валтасар? Валтасар – это вавилонский царь. Это был внук какого царя? Навуходоносора. При Навуходоносоре Вавилон достиг своего зенита, славы, расцвета. Он был очень талантливым, очень целеустремленным. Мы его видим таким строителем, гордым, но ему было чем гордиться. Каким мы видим Валтасара в книге пророка Даниила? Каким мы его встречаем? Где мы его видим впервые в книге Даниила? Кто помнит? В пятой главе мы видим пир Валтасара. Он пирует то, что его отец и дед буквально заработал, создал. Он теперь роскошествует. Он теперь этим пользуется и гордится. Знаете, как первопроходцы в какой-то стране поднимают страну. Они созидают дело. Они жертвуют многим, переживают многое. Но потом приходит следующее поколение, потом приходят их внуки, и они уже не имели мозолей. Они уже выросли в неге, в легкости. И для них это только предмет гордости. Вот это их страна, их достижения. И мы видим у Валтасара такого, скажите, когда такие люди у руля, долго ли такое царство просуществует? Вот с таким вот отношением к жизни, как у Валтасара на Перу, после меня хоть что, хоть потом, с таким вот отношением к жизни у царя, долго ли его царство будет? Не долго. Как вы думаете, Даниил понимал это? Что Вавилон уже идет по наклонной плоскости. Наверняка Даниил, будучи при дворе, премьер-министром, он был умнейшим человеком, он понимал, к чему приведет вот такое вот поведение, вот такой характер царя. Но это был всего лишь первый год Валтасара, помните? Первый год Валтасара, и как только к власти пришел этот расточитель, Даниил видит видение. Какое видение? То, которое его смущало. Значит, один за другим выходит четыре зверя. Данилу впоследствии дано толкование, что эти четыре зверя это четыре царства, четыре царя написано в 17-18 стихе. Четыре царя восстанут от земли. Это четыре мировые империи, которые уже в прошлом. Затем появляется малый рог на четвертом звере, у которого было 10 рогов. Появляется малый рог, с корнями торгает три рога, сам чрезвычайно растет, возвеличивается, малый рог становится большим рогом. Помните, да? 20 стих. По виду стал больше прочих. И этот малый, ставший большим рог, начинает богопротивную деятельность. Он не просто, как другие царства. Он особенный в том, что он поднимает свой устат Богу. И он даже мечтает отменить у святых праздничные времена и закон. И он будет угнетать святых Всевышнего, попирать истину Божию. И Данилу сказано, что власть этого малого рога будет длиться или беспредел время, времена и полвремени. 25 стих. Затем васядут судьи и отнимут у него власть губить и истревять до конца. И в конце концов царством написано, овладеют святые. Вот тогда, в конце, восторжествует царствие Божье. И Данил в этом видении он видел, что вот тогда, когда-то царствие Божье придет, святые будут оправданы и истина восторжествует. Но перед тем, как это наступит, еще четыре царства должно сменить друг друга. Это не так быстро. А еще в четвертом царстве десять царей и потом одиннадцатый. Вы понимаете? А Данил уже не первый десяток лет находится в вавилонском плену. Он видит то пагубное влияние, которое вавилон оказывает на слабых израильтян. Вы понимаете? Он понимает опасность нахождения там слишком долго. И он боится вот этого промедления. Он боится, что Божий народ вообще ассимилируется с вавилонянами и вообще исчезнет Божий народ, а вместе с ними Божья истина и познание Бога и любовь к Нему и все люди погибнут. Как вы думаете, волновала эта пророка? Смущала эта пророка? Вы понимаете? И поэтому Данил переживает в конце 8 главы, он переживает, он думает, неужели Божьему народу еще так долго придется быть в плену? Неужели так долго? И его смущали эти мысли 28 стих 7 главы. А что это за время времена и полвремени? Что это за рог такой? Малый. Все это смущало, пугало, беспокоило Даниила. Это 7 глава. Далее. 8 глава. Мы видим в 1 стихе 8 главе, как у вас написано, в какой год царствования Валтасара? В 3 год царствования Валтасара. Уже прошло 2 года, идет 3 год его царствования. Уже плоды его правления наверняка были где-то видны. И в этот 3 год царствования Валтасара Даниил снова видит видение. Он снова видит видение. Понимает ли он это видение? Читаем конец 8 главы, 27 стих. И я, Даниил, изнемог и болел несколько дней, потом встал и начал заниматься царскими делами. Я изумлен был видением сим и не понимал его. Понимал или не понимал? Даниил снова не понимает видение. Он говорит, что я не понимал видение. Но давайте посмотрим, что ему было непонятно. Видение 8 главы состоит так же, как и 7 главы. Из самого видения и объяснения видения Даниилу было объяснено и в 7 главе кое-что, многое даже. И в 8 главе ему многое объяснено. Смотрите, в 8 главе с 3 по 8 стих мы имеем описание видения. Мы снова здесь видим смену царства. Я тезисно буду напоминать вам. Вы помните, козел и овен борются. У козла большой рог. И потом дается толкование. Они сталкиваются, они бьются. Козел, в конце концов, овна первого низвергает. И потом у этого козла рог сломился большой, и вместо него выходят 4 рога. И потом от одного из ветров небесных, уже не от самого этого козла, а от одного из ветров небесных, вдруг откуда-то из другого места, из другой страны возникает новая сила. Опять мы видим здесь растет рог откуда-то. и этот рог в 9 стих чрезвычайно разросся к югу, к востоку, к прекрасной стране. И этот рог тоже сначала был маленький и стал большим. Видите, параллель с 7 главой. Тот же рог, он делает то же самое, что и в введении 7 главы. Тот рог, это один тот же рог, одна и та же сила. Мы знаем, что это папство. Этот рог угнетает святых Всевышнего. Он опять здесь против Бога осуществляет деятельность, повергает истину на землю. Поругано было место святыни его, святилище оскверняет. Все это Данил снова видит. Как ему приятно такое видение. Неприятная часть видения. Видеть, как неправда и зло торжествует. Истина попираема. Данил находится в вавилонском плену. В настоящий момент, в момент видения, в каком состоянии святилища? В плачевном состоянии. Оно как раз вот в этом оскверняемом состоянии. Язычники попрали Божий храм. Божий народ взят в плен, распорошен, лишен прав, лишен возможности, служить Богу как должно. И как раз вот здесь Данил видит, что в будущем будет такое же самое. Еще ожидает народ Божий смена царств. Здесь в 8 главе мы видим, что уже Вавилон не упоминается. Под символами этого овна и козла подразумевается царство мидо-персидское и греческое. Так или нет? Где написано? Вот здесь написано 20-21 стих. Прямо Библия указывает, что это были за символы. Овен, который ты видел с двумя рогами, это цари медийский и персидский. Овен или баран по-нашему. А козел косматый царь Греции, а большой рог, который между глазами его, это первый ее царь. Все изъяснено. Читая историю сегодня, мы очень ясно видим, о ком идет речь. Этот большой рог у козла, это Александр Македонский, первый царь и самый сильный выдающийся царь Греческой империи. Потом на четыре части разваливается его империя после его смерти скоропостижной и четыре генерала разделяют его царство, это четыре рога. Но потом после торжества греческой культуры возникает следующая формация, известная в истории, древней истории. Историю, которую по сей день изучают. Рим возникает, феноменальный Рим. Откуда ни возьмись, из какой-то провинции, Греция была центром, а Рим это провинция была. И вот оттуда из провинции, откуда-то берется маленький рог, растет и становится железной Римской империей. Вот этим вот малым рогом, который потом трансформировался в папство. И Данил это все видит, он не знает еще, кто это будет, мы сегодня знаем, но он тогда не знал. Но он видел, что Божьему народу еще предстоит в будущем переживать гонения, храму еще предстоит быть оскверненным. Он думает, что это может быть о ближайшем будущем говорится. Ведь он не знал, что эти пророчества будут простираться на тысячелетия. Ему было сказано время, времена и полвремени в 7 главе. Будет этот рог действовать. Время, времена и полвремени на еврейском, на тогдашнем языке. Это означало год, два года и полгода, если буквально понимать. Даниил мог понимать, три с половиной года будет вот этот вот малый рог из 7 главы угнетать святых Всевышнего. Ну, три с половиной года, можно потерпеть. Вы понимаете. Здесь в 8 главе уже появляется другая деталь. Даниил слышит, как кто-то говорит между собой, задает вопрос, который волнует Даниила. Давайте вспомним. 13 стих. Ключевые тексты для адвентизма, друзья. «И услышал я одного святого говорящего и сказал этот святой кому-то вопрошавшему, насколько времени простирается это видение о ежедневной жертве и об опустошительном нечестии, когда святыня и воинство будут попираемы». Вы слышите вопрос, друзья? В чем вопрос? Сколько времени, как долго святилище будет попираем и все, что с этим связано? Как долго это будет? Скажите, Даниила волнует этот вопрос? Даниила волнует вопрос, сколько им еще оставаться в плену, сколько еще святилищу быть оскверненным? И люди не будут иметь возможности поклоняться Богу правильно, и не будет возможности язычникам доносить истину. Его волнует этот вопрос. И вот он в видении слышит этот вопрос. И он прислушивается, потому что это его вопрос. И ему дается ответ. Смотрите, с 14 стиха написано, и сказал мне. Кому сказал? Даниилу было сказано. А разве Даниил спрашивал? Нет, Даниил не спрашивал. Кто-то другой спрашивал, но это был вопрос Даниила, это для него было спрошено. Вы понимаете? И Даниил прислушивается к ответу. И какой был дан ответ? Мы читаем. И сказал мне, 14 стих, на 2300 вечеров и утро, и тогда святилище очистится. И вот Даниилу открыто, что вот тот малый рог будет действовать, и его действие будет 2300 вечеров и утро. Интересно. В седьмой главе было сказано время, времена и пол времени, а теперь сказано 2300 вечеров и утро. 2300 вечеров и утро это немногим более шести лет. Нестыковка. Вы понимаете? Как посчитать? Может это буквальные дни? Если буквальные дни, шесть с лишним лет. А если пророческим языком толковать день за год, неужели 2300 лет деятельности вот этого рога и вот этого всего беззакония, неужели это так долго будет длиться к пленению? Нет, не может быть. Данил не мог допустить мысли, но это на самом деле было не так. Этот временной период относился к будущему, а не к непосредственному положению Даниила. Но его беспокоит этот вопрос. И вот видите, у Даниила нестыковка была. Он не понимал ответа на вопрос доколе святилище будет вот в таком состоянии и народ Божий будет в плачевном состоянии. Доколе истина будет попираема и зло будет торжествовать. поэтому восьмая глава заканчивается тем, что Данил не понимает долго ли будет еще вот это состояние, но ему хочется, чтобы это состояние народа Божьего закончилось как можно быстрее, чтобы храм восстановился, восстановилось служение, и все искренние сердцем и из иудеев, и из язычников могли поклоняться Богу в его храме, могли познавать Бога в полноте, потому что служение в освятилище и в храме открывало Божий план спасения. Вы понимаете, почему Данил так хотел? Он хотел, чтобы Евангелие проповедовалось, потому что сам принял это Евангелие, потому что оно было так дорого его сердцу. И вот в таком вот состоянии Данил находится в конце восьмой главы. И вот мы читаем, мы наконец должны, дошли до девятой главы. Это глава, которую мы будем изучать. Все это было вступлением. Так что пристегните ремни. Девятая глава Данила. Это очень сильная весть. Читаем с первого стиха. В первый год Дария, сына Асуирова из рода Медийского, который поставлен был царем над царством Халдейским, в первый год царства него я, Даниил, сообразил по книгам число лет, о котором было слово Господне к Еремии пророку, что 70 лет исполнятся над опустошением Иерусалима. Вы видите, друзья, что мы здесь видим из этих текстов? Угас интерес Даниила к исследованию пророчеств. Свои пророчества он не понимал, но так как он не понимал свои пророчества, пророчества, данные ему во всей полноте, он понимал многое, но не все, не понимал доколе. И вот этот вопрос его волновал. И он, для того, чтобы получить ответ на этот вопрос, к чему обратился? Он обратился к священным писаниям. Он обратился к пророку, жившему в его время. Иеремия немножко старше был Даниила, но он служил приблизительно в тот же самый период. И книги Иеремии уже были доступны. И вот по книгам Иеремии он сообразил число лет. У нас в Библии есть Иеремия в 25 главе Иеремии, насколько я помню. Тут у нас ссылка есть и на данном переводе. Иеремия 25 глава 12 стих и 29 10 стих. Там ссылки два раза упоминаются, что 70 лет будут в плену. Бог так открыл. И вот Данил, исследуя Писание, обнаруживает ответ на свой вопрос. 70 лет мы будем в плену. 70 лет мы будем в плену. Причем не только священные писания. Помните, мы отвечаем на вопрос, почему Данил молится. Он понял, что время их пребывания в плену что? Заканчивается. Подходит к концу. Но народ не готов. Он видит состояние народа. Многие свыклись с вавилонским пленом. И многие стали наполовину вавилонянами. Его беспокоит состояние народа, нераскаянность народа. И он боится, что время пленения может продлиться. Что это может оказаться условным пророчеством, если народ не покается. И поэтому Данил молится за народ. Исповедует грехи вместо народа. Чтобы Бог не задержался. Вы понимаете? 9 глава, 19 стих. написано Господь говорит Господу неумедли в середине стиха. Замечаете? Неумедли Данил понимал, что освобождение их из плена может быть задержано из-за нераскаянности народа. Потому что какой смысл нераскаянный народ выводить опять в землю израильскую, чтобы они там оскверняли святилище идолослужением своим. нераскаянностью сердца. Есть ли смысл? Какой смысл Богу в небо кучу грешников забирать? Есть ли смысл? Чтобы снова началось то же самое, что с Люцифером? Смысла нет. Данил это понимал. Что 70 лет это условное пророчество. Оно может не сбыться, если народ не будет готов идти вперед за Богом. И поэтому Данил молится. Данил молится в результате исследования пророчеств, друзья. А также обратите внимание в нашем тексте 9 глава 1 стих написано, что в какой год Данил молился? В первый год кого? Дария. Это царь какого царства? Медоперсидского. Вы понимаете? Уже стали исполняться пророчества. Он много лет жил в Вавилонском царстве. Но вот наконец-то видение, которое Бог давал Данилу знать и видеть. Еще с юности помните Навуходоносор видел видение об истукане, о том, что Вавилон не будет вечным. Еще в юности Данил знал об этом. Но вот когда он уже престарелый муж, наконец-то пророчество исполнилось. И он видит знамение времени. Смена царств говорит ему о чем? Наконец-то сдвинулось с места. Вы понимаете? И он думает, а вдруг сейчас после этого царства другое царство, потом третье, четвертое, десять царей? Но неужели так быстро? Может ли за какие-то короткие годы еще оставшегося плена до конца семидесяти лет, по-видимому, немного лет осталось? Неужели так быстро это все произойдет? У Даниила вопросы. Поэтому Даниил молится. Это причины молитвы Даниила, помимо того, что он любит Бога. Он видит знамение времени, он понимает библейские пророчества в значительной мере, но у него еще есть вопросы. И самое главное, он видит плачевное состояние Божьего народа и поэтому молится за народ, от имени народа, причисляя себя к нему. Вот это причины молитвы Даниила. Скажите, друзья, у нас есть причины для молитв подобных Даниилу? У нас есть причины. Друзья, вы замечаете знамение времени? Друзья, вы понимаете библейские пророчества? Друзья, мы очень мало знаем пророчества наши. Мы очень мало знаем основания нашей веры. Я говорю в первую очередь за себя. Потому что когда были ситуации в санатории с гостями, когда меня гость спрашивает, объясни мне основания вашей веры. Почему вы считаете, что малый рог из 7 главы, малый рог из 8 главы это папство? Понимаете, есть много ходов, есть много подводных камней, о которых мы не подозреваем, есть много вопросов, которые могут подставить нас в тупик. Сестра Вайт пишет, что когда настанет последний кризис, многие удивятся, многие адвентисты 7 дня удивятся, насколько запутаны были их представления об истине, потому что они не смогут дать вразумительного ответа на основание своей веры. Вы понимаете? Друзья, поэтому давайте будем изучать пророчества, не только что-то легенькое, утренний страж, такое быстренькое, проглотить, давайте будем выделять время для глубокого изучения пророчества, чтобы мы действительно видели, или адвентизм это правда, истина, и мы действительно живем в торжественное время, время суда, когда пришествие Христа близко, или может быть адвентисты ошибаются, может быть, еще тысячи лет впереди, и нет нужды так терзать себя, исследовать свое сердце, ожидать быстрого и скорого возвращения Христа, говорить об этом другим, может быть, нет смысла, может, можно расслабиться, но давайте проверим основание нашей веры, может, все не так, как мы думаем, провокционный вопрос, вы понимаете? Давайте перепроверим себя, на твердом ли мы основании, и узнаем, действительно ли это так. Давайте будем наблюдать за знамениями времени. Мы живем в беспрецедентное время сбывшихся пророчеств. На наших глазах, буквально на нашем поколении мы видим, как протестантизм подал руку папству, чего не было видано до нашего поколения. Объединение протестантизма и католицизма идет полным ходом, друзья. Полным ходом. Это признак последнего времени. Никогда такого не было. Это о знамениях времени. Даниила побуждали знамения времени молиться. Далее. О чем молился Даниил? Давайте поразмышляем и посмотрим, о чем молился Даниил. Девятая глава. Ну, во-первых, с четвертого стиха. мы читаем. И молился я Господу Богу моему и исповедовался и сказал, молю тебя, Господи Божий, великий и дивный, хранящий завет и милость любящим тебя и соблюдающим повеления твои. в начале молитвы. Даниил не уминул, чтобы прославить Бога. Он не пришел к нему сразу, как проситель. Господи, услыши, Господи, внемли, Господи, не умедли, Господи, прости. Нет. Даниил приходит к Богу, образно говоря, с комплиментом. Бог дорог для него. Это самое первое, что он хочет Богу сказать. Господи, я рад встрече с тобой и я благодарен тебе за великое твое милосердие, за твой удивительный характер, за пути твои, за то, что ты хранишь милость к любящим тебя. Даниил восхищается Богом и высказывает ему это. Вы понимаете? Во-первых, вот из чего состоят молитвы Даниила. Хвала и благодарность Богу. В первую очередь, невзирая на обстоятельства, невзирая на непонимание определенных деталей пророчества, невзирая на плачевное состояние народа, невзирая на то, что его очень сильно обидели вавилоняне по большому счету, взяли в плен, сделали евнухом, заставили работать, ну в принципе за границей работа, кто будет против, но тем не менее, тем не менее, Даниил не концентрируется на этом. Он в первую очередь благодарит Бога. Далее, 9 глава, 4 и 5 стих. Давайте посмотрим. Даниил здесь с 5 стиха говорит, согрешили мы, поступали без закона, действовали нечестиво, упорствовали и отступили от заповедей твоих и постановлений твоих. Ну по сути, в чем исповедуется Даниил, если вот прочесть его молитву и выделить конкретно, о чем он просит прощения у Бога, о чем он сожалеет перед лицом Божьим. Три вещи. Это нарушение Божьего закона, явно открытой Божьей воли. Второе, что они не слушали пророков, несколько раз он напоминает, не слушали глобуса твоего, когда ты говорил нам через пророков, два раза, как минимум. И также в 13 стихе, например, он говорит в середине стиха, но мы не умоляли Господа Бога нашего, чтобы нам обратиться от беззаконий наших и уразуметь истину. Когда Бог их уже наказал, когда их уже постигли бедствие, он говорит, мы из этого не извлекли уроков. Мы тогда, когда были наказы воемы, не молили тебя, не умоляли, чтобы нам обратиться от беззаконий наших. Здесь урок. Когда мы впали в беззаконие, когда мы пленены грехом, может быть, и нам не хочется молиться, бывает у вас такое, что не хочется молиться, нет настроения молиться, просто нет настроения, вы вроде ничего не сделали, но просто нет настроения, просто нет желания особого. Или, может быть, вы согрешили, и вам так неприятно, вы чувствуете себя упадшим человеком, и вам не хочется идти к Богу. Это время, как раз вот это время, когда нам не хочется молиться, это время, когда мы больше всего нуждаемся в молитве. И Даниил вот здесь говорит, что вот в таком состоянии, когда нам не хочется молиться, мы можем молиться, и мы даже должны молиться. Это единственный выход, чтобы выйти из этого состояния, к Богу прибегнуть, даже если мы согрешили, даже если нам не хочется молиться. Он говорит, да, мы несем наказание, но мы могли бы умолять тебя, и могли бы молить тебя, чтобы нам обратиться. Мы можем молиться, даже когда мы пленены грехом, даже когда мы еще не встали. Мы можем Богу молиться, Господи, образунь, и помоги мне обратиться к тебе, помоги мне встать. С этого начинается наше возвращение к Богу. Давайте не будем забывать об этом. Иисус говорит, придите ко мне, всетруждающийся и обремененный. Далее, о чем еще Даниил молится в 9 главе, 7-й, 9-й стих, он упоминает Божью справедливость в наказании, что Бог справедлив, что Он наказал. Он правильно поступил, Он праведен в своем суде. 16-й по 18-й стих Даниил излагает свою просьбу об отвращении гнева. Откройте, пожалуйста, 16-й по 18-й стих, он говорит, Господи, по всей правде Твоей да отвратится гнев Твой и негодоват мне Твое от града Твоего и Иерусалима от святой горы Твоей, ибо за грехи наши и беззаконие отцом наших и Иерусалим и народ Твой в поругании у всех окружающих нас. Он просит, чтобы гнев Божий отвратился от кого или от чего? От города Иерусалима, от святой горы его, это гора, храмовая гора, там, где находится святилище. И вот нас в 17-м стихе он говорит, вернее, в 18-м, в 17-м он говорит, что возри светлым лицем Твоим на опустошенное святилище Твое ради Тебя, Господи. Приплони, Боже мой, ухо Твое и услыши, открой очи Твои и возри на опустошение наше. Мы народ Твой, мы Твои представители. Вы понимаете? На нас наречено имя Твое и ради имени Твоего, Господи, Ты и нас помилуй вместе. Вот о чем молится Данил. О чем молится нам? Что молитва Даниила говорит нам о том, о чем молится нам? Мы имеем какие-то параллели наше состояние с состоянием народа Божьего во дни Даниила? Как вы скажете? Не находился ли израильский народ в таком ладикийском теплом состоянии в Вавилоне? Где они уже привыкли и свыклись к своим рабским положению? Многие. Вы понимаете? Нам есть о чем молиться. Мы все еще здесь. Мы все еще в том же невозрожденном состоянии. Поэтому Генеральная конференция и взывает к рядовым членам и к пасторам и служителям разного уровня. Молиться о возрождении и преобразовании. Потому что мы в нем на самом деле нуждаемся. Поэтому нам есть о чем молиться. Нам есть о чем молиться. Нам молиться о любви Божьей, чтобы ее понимать, видеть и жить ею. Чтобы видеть свои грехи, как их видит Бог. Мы видим свои грехи. Ну, знаете, так, как тот слепой, помните? Так, смутно. Но нам нужно молиться, чтобы видеть свои грехи, как их видит Бог. Нам нужно молиться о покаянии, чтобы Бог даровал нам этот опыт истинного, глубокого, полного раскаяния в наших прегрешениях перед Ним, друг перед другом. Нам нужно молиться о прощении. Нам нужно молиться о ненависти ко греху и о победе над Ним. Так или нет? Так. Нам нужно молиться о себе и о ближних, о родственниках, о родителях, о детях особым образом. пусть Бог положит на наши сердца, на сердца родителей особым образом молиться за наших детей, переживать об их спасении, переживать об их обращении, переживать об их освящении, переживать об их служении дальнейшем и дополнять наши молитвы соответствующими делами, чтобы наши дети не стали вавилонянами, А чтобы наши дети стали израильтянами в полном смысле этого слова. Такими адвентистами, каких адвентистов хочет видеть кто? Бог. Нам нужно молиться о друзьях, нужно молиться о соседях. Нужно молиться о гостях, нужно молиться о сотрудниках. Нужно молиться о верующих и неверующих, о больных и о здоровых, о свободных и заключенных. О молодых и о старых. Этот список можно продолжить. Друзья, нам есть о чем молиться? Бывает у вас такое, что вы становитесь на молитву, и у вас не о чем молиться? Я не один такой. У вас не бывает, я рад за вас. У меня бывает. У меня бывает, что я Богу не имею что сказать. Много. Я могу сказать пару слов. Господи, Иисус, благодарю Тебя за сегодняшний день. За все благословения этого дня. И так далее. Вот такая детская примитивная молитва. Но видите, нам есть много о чем молиться. Хорошо иметь молитвенный блокнот, чтобы записать там молитвенные нужды. И хранить этот блокнот в своей Библии или листок, вкладыш. И тогда мы можем много молиться. Бог напомнит нам, о чем молиться. Нам не нужно спешить вставать с молитвы. Молитва Даниила была достаточно продолжительной. Это была не поспешная молитва, неформальная молитва. Это была молитва искренняя, достаточно продолжительная. Он беседует с Богом. Он общается с тем, кого он любит и кто любит его. И тот, от кого зависит его судьба и судьба его народа. Друзья, нам есть о чем молиться. У нас должно не хватать времени для молитвы. Что я имею в виду? Ну, надо еще молиться, но уже пора идти на работу. Вы понимаете? Надо еще помолиться. Есть еще о чем молиться, но... Ну ладно, уже буду на ходу. Вы понимаете? Нас должно поджимать время. Но не потому, что мы планируем слишком много дел, а потому, что есть нечто, кроме молитвы, что мы должны совершать. Труд ради Господа. Но не забудем при этом всем при просьбах и молитвах благодарить Господа. Нам есть о чем благодарить Господа. Хорошо, это то, о чем молился Даниил. И о чем нам молиться. Как Даниил молился? Наверное, это наиболее важная часть проповеди. Как Даниил молился? Давайте обратим внимание. Даниил, как я уже упоминал, он молился на протяжении всей книги. Мы видим его молящимся. Молитва для него — дыхание души. Лишиться молитвы — это лишиться воздуха. И поэтому он молится регулярно. Так же, как и мы дышим регулярно. Постоянно. Мы не можем без дыхания. Попробуйте задержать дыхание. И вы почувствуете глубокие позывы к вдоху. Нам необходимо чувствовать позывы к молитве от Духа Святого. И откликаться на них. Не говорить «я потом», «потом», «как-нибудь». Мы видим Данила, девятая глава. Он молится. В шестой главе мы видим, что он три раза в день молился. Его молитвенная жизнь была какой? Организованной. Она не была хаотичной. Он молился не по вдохновению, вот когда настроение, да, после проповеди, да, в субботу, может быть, или еще после какого-то вдохновляющего опыта, да. А он молился всегда. Он сделал это своей привычкой. Это не была фарисейская привычка, но это была привычка. Это была закономерность. Это было правило, которое он принял сам для себя. Я не нашел этой цитаты. Я поделюсь ее с вами на свой страх и риск. Ну, может быть, вы найдете ее и поделитесь со мной. Я слушал одного американского проповедника, и он цитировал из книги «Евангелизм». И он говорит, что в книге «Евангелизм» я, к сожалению, не нашел времени, чтобы найти эту выдержку, но там написано, что сестра Вайт говорит, «ревностно охраняйте время чтения Библии и молитвы». «Ревностно охраняйте время чтения и молитвы». Ревностно охранять. Как это? Ревностно охранять. Но если пограничники ревностно охраняют границы государства, то попробуй подойди, а не сразу предупредительный выстрел сделают. Или возглас сначала, а потом выстрел. Они ревностно охраняют. Или если муж ревностный, и красивая жена у него молодая. А тут недалеко появился юноша какой-то, понимаете? Ревностно он охраняет свою жену. Ревностно оберегайте время. Как практически мы можем это сделать? Это значит выделить время, и чтобы об этом времени знали родные. Телефон можно выключить на это время. Чтобы никто и ничто не воспрепятствовало молитвенному общению души с Богом. Поэтому давайте обеспечим для своей молитвенной жизни форму, которая поможет нам сделать молитву качественной. Ревностно оберегайте время чтения Библии и молитвы. Пусть это будет правило. Не дайте ни себе, ни другим украсть это время у Бога и у своей души. Вы понимаете? Дух пророчества рекомендует нам час. Это символически, вы же понимаете. Час времени проводить с Богом каждый день в исследовании Писаний и молитвы. Качественного времени. Для кого-то этот час может быть 45 минут, для кого-то полтора часа. Но мы любим, когда мы что-то любим, мы любим это делать подольше. То, что приносит нам удовольствие, то, что приносит нам отраду, мы будем делать достаточно времени. Поэтому не спешите вставать с коленей, друзья, как не спешил Даниил. Не спешите. Когда суета повседневной жизни призывает вас, или другие люди ожидают вас, помните, что ваш долг перед Богом больше вашего долга перед кем бы то ни было во Вселенной. Поэтому выделите достаточно времени для молитвы. Регулярные молитвы. Вот чему мы учимся у Данила. Регулярность в молитве. Есть небольшая книга, составленная попечителями писаний Елены Уайт. Называется «Молитва». Это книга компиляций. И в ней выделены все комментарии Елены Уайт, или, может быть, не все, а самые главные комментарии Елены Уайт на молитвы из Библии. И вот там она также поднимает молитву Даниила, комментирует ее. И вот в этой книге, книга «Молитва», страница 145, молитва Даниила называется усиленной пламенной молитвой праведника. Помните апостол Иаков? Апостол Иаков в последней главе своего послания говорит, много может... Какая молитва? Усиленная молитва праведника. Оказывается, есть молитва простая, а есть молитва усиленная. Простая молитва – это не грех. Просто помолиться перед едой, поблагодарить Бога, не преклонив даже колени, мимолетно, мимолетно, может быть, Господа поблагодарив за что-то. Есть место таким молитвам. Но есть усиленная молитва праведника. Давайте мы посмотрим. Кстати, в этом Даниил похож на Иисуса. Молитвы Иисуса, были ли они усиленными молитвами? Зачастую – да. Где мы это находим? Библия говорит об этом. Написано, что в Гефсимании, написано, когда искушение на него наваливалось, он как молился? «Прилежнее» написано молился. Помните, Луки 22, 44. «Прилежнее» молился. До этого Иисус просто молился. Но когда ему было тяжело, когда искушение одолевало его, когда он чувствовал, что он еще не победил в молитве, вы понимаете, что в молитве нужно побеждать, достигать такого состояния, когда мы смирились перед Богом. И вот тот грех, который влек нас, нас больше не влечет. Мы свободны от него. Мы имеем мир и покой в душе. Нам нужно молиться усиленной молитвой. Молитвой, которая достигает цели. Молитвой, которая приносит мир душе. А не просто такой молитвой, знаете. Раз, два и побежал дальше. Молитва, которая приносит мир, силу и удовлетворение душе. Вот это усиленная молитва. И Иисус молился, когда было тяжело. И пока он не преодолел это искушение сдаться, он молился. Прилежнее молился. Молился с таким чувством, что пот его стал красным от крови. Сосуды стали лопаться, по-видимому, и смешиваться с потом. Это пример Иисуса. Даниил следовал примеру Иисуса. Он в какой-то мере был, как Иисус. Он тоже усиленно молился. Написано в книге евреям, 5 глава, 7 стих, что Иисус с сильным воплем и со слезами молился. С сильным воплем. Что такое вопль? Это крик. Это возглас. Были моменты в жизни Иисуса, когда Он даже кричал к Богу, взывал к Богу. Потому что было, о чем взывать. На карту было поставлено спасение ваше и мое. И поэтому Иисус так молился за себя, чтобы мы были спасены. Вы понимаете? Как вы думаете, Бог ожидает от нас таких молитв? Да? Порой и нам в борьбе со грехом, в борьбе с искушением нужно молиться вот так. Даже возвысив голос, даже со слезами. Вы давно молились со слезами, друзья? Я рад за Полину Ивановну. Друзья, часто ли вы молитесь со слезами? Часто вы плачете о своих грехах? Часто ли вы плачете о грешниках, которые гибнут и которым вы не уделили внимания, не донесли весть? Вы понимаете? Нам есть о чем молиться. Есть о чем молиться даже со слезами. Давид, как пишет в Псалмах, что я каждую ночь орошаю слезами моими постель мою. Муж, мужчина, взрослый человек плачет. говорят, что мужчины не плачут. Плачет. Когда дело доходит до взаимоотношений с Богом. Когда дело доходит до гибнущих душ. Там он пишет это в контексте борьбы с врагами. Шестой Псалом, например, или седьмой. Там он пишет. В контексте враги его преследуют. У нас есть враги, друзья? Наши грехи это наши враги. А они преследуют нас. Грозят нам погибель. То и нам нужно молиться, как Давид, со слезами, омочая постели наши. Библии наши омочая слезами. Дух пророчества орошая слезами покаяния. Друзья, ваш ли это опыт? Если нет, то нам еще есть куда идти. Нам всем есть куда идти. Послушайте, друзья, выдержку из книги «Молитва», страница 145. Как же не похожи на эти заступнические молитвы величия небес, имеется в виду молитва Иисуса, как же не похожи эти заступнические молитвы величия небес, молитвы Иисуса, как они не похожи на слабые, бездушные, формальные молитвы, восходящие к Богу. Друзья, каково Господу слушать наши бездушные, формальные молитвы, когда мы молимся, даже не задумываясь о том, к кому мы обращаемся, тараторим наши протестантские молитвы, вы знаете, вы знаете, что нам есть, почему поучиться, может быть, даже у мусульман и у православных, вы понимаете, в этом плане, которые трепетно приступают к Богу. Но здесь бездушные, формальные молитвы, восходящие к Богу. И здесь написано дальше, многие довольствуются служением уст, и только немногие искренне, прилежно и от всего сердца взывают к Богу. Друзья, в этой выдержке есть две категории людей. Одна категория названа многие, а другая названа немногие. Многие Бог открыл нам из нас молятся бездушными, формальными молитвами, слабыми. Ну, хорошо, что так хотя бы, это уже начало. Но есть перспектива. Есть перспектива. Есть нужда в усилении молитвы. Есть нужда в усиленной молитве праведника. Многие, а немногие искренне, прилежно и от всего сердца взывают к Богу, друзья. Взывают к Богу. Поэтому Дух Святой взывает к нам. Взывайте ко мне. Пусть ваши молитвы не будут бездушными, слабыми и формальными. Друзья, давайте давайте постараемся войти вот в это число немногих. вы смотрите на часы. Да, время мое истекло. Я злоупотреблю своим положением. Проповедник, я думаю, Господь мне позволит. Еще одна цитата, друзья. Это очень серьезно и очень важно. Следующая цитата из той же книги, 147-я страница. Это сказано о Данииле. Пылкие, серьезные, серьезные молитвы. Его молитвы названы пылкими, серьезными. Написано, это не цитата еще, я прошу прощения, я выписал, как описана молитва Даниила, что его молитвы названы пылкими, серьезными. Написано, что он борется в агонии. Написано, что он сражался. Молитва сравнивается со сражением. Сражался со слезами, был настойчив и, естественно, в смирении. Вот цитата. Те, кто называют себя освященными, но не имеют желания исследовать священное писание или бороться с Богом в молитве, чтобы яснее понимать библейскую истину, не знают, что представляют собой истинное освящение. Давайте познаем, что значит собой истинное освящение. Пережив вот этот опыт возрождения, исследования писаний глубокого, с жаждой познать Божью истину и исполнить ее. С молитвой, Господи, помоги мне. Видите, мы можем молиться, даже когда нет желания читать Библию. Но возвысим свой голос, приложим усилия в молитве, будем сражаться в молитве за свою душу, в первую очередь, и за души ближних наших. Чтобы мы, называющие себя освященными, действительно имели желание. здесь два признака тех, которые представляют, знают, что представляет собой истинное освящение. Два признака этой категории людей. Друзья, мы все хотим быть ими, правда? Этими освященными, знающими, что представляет собой истинное освящение. Два признака. Они имеют желание исследовать священное писание, и второе, борются с Богом в молитве. Борются с Богом в молитве. В книге «Путь ко Христу» есть такие слова. Кто только молится, тот вскоре перестанет и молиться. Давайте будем помнить, что молитвенная жизнь должна иметь продолжение, выражение. Мы должны постараться отвечать на свои молитвы. В каком смысле? Если мы молимся, за спасение человека, там нам нужно делать все для спасения этого человека. Если мы молимся о своем спасении, о своем освящении, нам нужно делать со своей стороны то, что способствует нашему освящению. Молитва Данила была усиленной. Мало времени осталось. Хочу еще обратить ваше внимание на то, чем была усилена молитва Данила практически. Практически. Девятая глава. Третий стих. «И обратил я лицо мое Господу Богу с молитвою и молением в посте и в ретище и в пепле». Что усилило молитву Даниила? Что помогло ему поддерживать этот молитвенный дух? Если одним словом, то это воздержание. Воздержание в пище, пост, воздержание в одежде, от украшений, воздержания. Он не пытался себе здесь как-то украсить. Видите, вретище одел и пепел на себя посыпал. Почему? Он понимал, сейчас не время украшать себя. Сейчас не время привлекать внимание к кому? К себе. Сейчас время молиться и смиряться перед Богом. Потому что идет суд. Мы сегодня знаем. Идет суд. А когда идет суд, вы знаете, что подсудимому нельзя украшенным выходить? Представьте себе, выходит преступник, виновный, вина уже доказана, а он выходит, разоделся, разукрасился или еще что-то в этом роде. Понимаете? О чем говорит его такое поведение? Он не смирился. Данил усилил свою молитву смирением перед Богом. И это смирение проявилось и в воздержании в пище, в одежде, в украшениях. Его занимало другое. Его беспокоило другое больше. в какой-то мере он даже пренебрег своим внешним видом. Бретище, грубая одежда, простая, она не была лохмотьями, но это была простая, очень скромная одежда и пепел. Это не грязь, это нечто, что прошло через огонь, это чистое, но символ смирения. Вы понимаете? Он был реформатором не только в молитве, но и в других сферах. Давайте, друзья, помолимся. Склоним колени перед Господом. Дорогой наш Отче, мы слышим голос Духа Твоего из девятой главы книги пророка Даниила, из писаний Духа пророчества, Господи, голос Твой, который обращается к нам с обличением, с наставлением, с ободрением, Господи. Мы молим, чтобы Ты даровал нам Дух Даниила, Дух Иисуса, чтобы нам, подобно нашему Господу и подобно его прообразу Даниилу, чтобы и нам, Господи, молиться по тем причинам, по каким молился Даниил, молиться о том, о чем молился Даниил, молиться так, как молился Даниил, Господи. Нам еще предстоит освоить эту молитву, и не только молитву, но всю освященную жизнь, а жизнь близости с Тобой, как была у Даниила, Господи. Положи нам на сердце беспокойство, чтобы мы не нашли покоя ни в чем и нигде, пока мы не найдем этот покой и не найдем эту отраду и не найдем эту надежду, Господи, в Тебе. Отче, даруй нам быть возрожденными христианами. Мы молим Тебя в нашем вот таком вот лаодикийском состоянии. Состоянии, когда мы не видим своих грехов, Господи. А если и видим, то не чувствуем отвращения к ним, Господи. И не имеем силы порой оставить их, Господи. мы приходим к Тебе такими, как мы есть, с молитвой исповедания и с просьбой, чтобы Ты возродил нас, Господи, услышал наши молитвы, чтобы Ты восстановил нас, как Ты восстановил, Господи, святилище Твое, Господи. Мы верим, что Ты в небесном святилище сегодня ходатайствуешь за нас, как наш первосвященник, и что Ты медлишь уходить оттуда, потому что знаешь, что мы Твои сыновья и дочери, которые некогда пошли за Тобой, что мы еще не готовы быть выведенными с этой земли и водворенными в Царстве Господи. Мы еще не готовы. Даруй же нам, Господи, приготовиться. Влияй на нас, Отче. Мы предаемся в руки Твои на этот субботний день. Даруй, чтобы этот субботний день тоже послужил нашему сближению с Тобой. Во имя Иисуса возносим нашу молитву к Тебе. Аминь. Субботний субботний Продолжение следует...